привет из беларуси продолжаем разговор о грунте вот что я заготовила к сезону и это конечно не все потому что я использую не чистый покупной грунт а еще добавляю самодельный компост но наверное для людей которые не так сказать в теме выращивания рассады на продажу для них наверное может и странно будет то что мы не используем грунт из своего там сада или огорода покупаем его и тут есть два подхода ну во первых да почему не используем свой но смотрите я выращиваю немного растений тысяч десять это немного правда вот и тут и где-то приходится покупать полтонны умножьте если допустим лет шесть до или семь вам нужно полтонны у меня бы уже вместо огорода был бы большой котлован поэтому конечно землю эту просто так не возьмешь из своего огорода ее нужно покупать или заготавливать есть вот два такие пути я уже о них говорила то этого подхода и они в общем-то равнозначны значит можно покупать можно накопать и и кто занимается очень давно вот таким делом да рассадное рассадным делом выращивание рассад на продаж неважно цветов или овощей они зачастую уже приучены заготавливать землю самостоятельно то есть у них есть какие-то места они специально выезжают с осени режут там торф или там собирают верхний слой листовой земли где-то или там хвойной земли но я этим не занимаюсь ну во первых из таких экологических соображений потому что все там лесные подстилки которые мы собираем они создаются в лесу знаете ли десятилетиями там один на один сантиметр очень много уходит времени вот во вторых это в принципе наказуемо ну и в третьих ну как бы когда ты ведешь какое-то дело ты себе представляешь у тебя будут расходы и эти расходы закладываешь и естественно что посев цветочной рассады потом ее пикировка потом ее продажа продажа идет в специальных до технических горшках это все требует и заготовки земли и я сразу пришла к такому решению что я не буду и где-то ездить ее брать во первых у нас нет таких почв рядом у нас в основном пески кругом нас даже рядом с городом карьеры где добывается песок и такая почва не очень то подходит но вот у меня грунт вина он из витебской области и там он заготавливается там есть большое предприятие этот грунт известен не только в беларуси но и в других странах и в принципе по соотношению цены и качества он меня вполне устраивает но любой вот такой покупной грунт на основе торфа даже не не просто торф а грунт на основе торфа когда мы уже говорим о рассаде цветов не о всходах а рассада после пикировки или допустим рассада в больших объемах там два литра и и более литра подвесные горшки и прочее то такой грунт он может выполнять только чисто технические свойства то есть вырастить довести до рынка и все на этом дальше такой грунт в условиях жаркого лета он плохо служит прямо скажем вот он очень пересыхает он слишком легкий и потом плохо уже впитывает влагу хотя это я еще это не торф это готовый грунт поэтому мы из таких соображений во первых и во вторых из соображений экономии очень часто на основе покупного грунта готовим еще и свой я добавляю компост собственного приготовления для каких-то растений там один к трем для каких-то один к одному да или один к двум ну это уже там не суть важно но в таком вот уже приготовленном составе земляном есть свои недостатки это сорняки и последнее время они меня стали честно говоря уметать потому что в принципе у у меня работа идет в одни руки и во время уже торгового сезона когда приходится и продавать и ухаживать за растениями я просто не успеваю все это делать потому что конечно когда ты идешь к покупателю ты готовишь растения чтобы они были конечно без сорняков слой почвы должен быть аккуратным да красивое растение это предполагает на красивый должен быть товар вот но зачастую ко мне приходит еще и в теплицу покупать и я просто физически у меня не хватает времени я не успеваю готовить все растения чтобы они прямо в теплицу меня уже все висели подготовлены поэтому мне неприятно когда мои покупатели видят вот где-то выросшие сорняки но я попробовал отказаться и получила очень плохой результат вот расскажу вам такую страшную историю про грунт пока идут вот какие-то кадры чтобы вы не заскучали на видео это кадры старые не волнуйтесь я еще ничего не съела ну так вот страшная история значит у меня в прошлом году в разгар сезона закончился компост ну я подумала что я у меня на вербену не хватило просто я думаю вербену посажу в чистый вот эту грунт вина так я и сделала горшочки 400 метров перекинула вербену и она у меня ну не растет понимаете вот сезон подошел она сидит в одном виде она не зацветает она какая-то желтоватая она как это некрасивая но видно что я ее и так кормлю себя кормлю уже все растения давно продаются а она все стоит и я приняла решение выбросить потому что ну я не продаю больные растения покупателям или какие-то нехорошие даже по нижней цене и я ее выбросила и часть посадила себе вы бы видели как какие-то были хорошие и красивые растения они цвели прекрасно у меня в саду вот прямо до самых морозов вот сейчас до ноября еще отдельно цветочки остались и и вывод только один состав вот этого грунта вербения не подошел по каким таким качествам своим не подошел тут можно только гадать потому что ну я же не могу у меня нет возможности сдать грунт в лабораторию и сделать какие-то выводы что я знаю из таких наблюдений других коллег которые используют грунт что очень часто пиаш не совпадает этого грунта с тем что заявлен на упаковке на самом деле может быть и 7 это уже грунт в сторону значит и щелочную больше а нашим и в основном всем растениям которые мы выращиваем а вот особенно петуния да и вот им нужен 5 и 5 вот хорошо бы ну 6 и 5 это вот граница уже да вот такой нейтральный грунт и даже может быть ближе к кислому где-то там 5 вот так вот вывод такой я и сделала что пока я не могу отказаться от компоста хотя и очень хочу что возможно мне придется как-то провести собственное исследование грунта который мне поступил и регулировать пиаши этого грунта для этого я взяла еще вот несколько кип кислого на троечку ну буду буду что-то пробовать буду пытаться потому что чем дольше ты идешь вот в каком-то деле тем больше ты набираешься опыта и тем как-то в голове у тебя больше укладывается то что ты должен сделать покупать очень дорогой грунт там есть допустим дурпета там больших то бегах таких по 300 литров но это для меня дорого все-таки у нас и так большие сдержки и цена растет на все на семена которые мы должны покупать за евро да если на курс растет значит и цены у нас растут и логистика сейчас усложняет связи вот такие с такой ковидные тяжелой ситуации вот на тару цена конечно подрастает хотя на тару более-менее у нас это собственный производитель но вот землей вот такие бывают всякие страшные истории но еще страшные истории бывают другого плана когда мы землю берем откуда-то они покупаем но это уже история будет для другого видео я может быть тоже и расскажу ну а на сегодня все пора прощаться заходите на канал посмотрите видео если понравится подписывайтесь до свидания надеюсь до скорого